Добрый день, уважаемые подписчики канала Xiaomi Store и у нас в обзоре Xiaomi Note 2. Открываем! А вот и наш новый знакомый С закругленными краями Давайте посмотрим, что еще есть в коробке Чехол Теперь Xiaomi будет класть чехол к некоторым телефонам Это уже второй случай Инструкция Зарядное устройство Шнур формата USB Type-C Ну и все Как мы видим, коробка и комплектация немножко изменилась Теперь стиль еще более простой Начиная с Mi 5S и Mi 5S Plus у нас мелкие обновления С левой стороны у нас находится сим-лоток Снизу отверстие для динамика и микрофона А также разъем USB Type-C С правой стороны кнопка включения и кнопка качелька громкости Сверху разъем для наушников Еще один микрофон и инфракрасный порт Давайте откроем сим-лоток И посмотрим, какого формата и что туда можно положить Ну, в общем-то, уже Ставшая практика для флагманов Две сим-карты формата Nano-SIM И ничего более Потому что считается то, что Можно выбрать конфигурацию, где и так будет достаточно памяти Итак, включаем телефон И первое, что мы видим Логотип MIUI Который предлагает первоначальную настройку Но обратите внимание Он на черном фоне У нас модель с 4 ГБ оперативной памяти И с 64 ГБ наборной Qualcomm Snapdragon 821 с частотой 2,35 ГГц У встроенного динамика появилась тонкая компенсация Смотрите При максимальной громкости бас пропадает Однако, если я чуть-чуть уберу громкость Таким образом, если вам не нужна полная громкость То лучше уберите на пару делений Звук будет гораздо красивее В качестве сенсоров для камеры Используются сенсоры Sony 318 для основной камеры И 268 для фронтальной OLED-панели изготовлены фирмой LG AMOLED-экран обеспечивает высочайшие показатели Яркости и контрастности Но, к сожалению, из технических характеристик Пока про него не известно ничего Отпечаток пальца работает только если нажать на кнопку При обычном касании не срабатывает Однако, работает он очень шустро Вау, что это? Смотрите, новая папка И тут лежат программки от Microsoft Microsoft Office и Cortana И все это из коробки Присутствует весь необходимый список сенсоров Включая барометр Продемонстрируем работу NFC Вот это карточка Metro Прикладываем ее И видим Что с ней сочеталась информация В телефоне есть специальный режим Hi-Fi Audio Он становится активен, если вставить наушники В этом режиме отключается возможность Выбрать пресеты Dirac Для определенных моделей наушников И так же, как и в Note Pro Если включить этот режим А, ну это у нас не видится Сейчас надо будет что-нибудь включить Вот здесь, например, да Здесь появляется надпись Hi-Fi И количество делений громкости увеличивается Кроме того, увеличиваются максимальные громкости И звук становится более плотным Более детально о звуке говорить смысла нет Это очень субъективное впечатление А, к сожалению, сделать нормальные тесты Типа RMA мы пока не можем Результат Antutu далек от ожидаемых 150K Plus Но теперь мы точно знаем, что это недоработка в прошивке На официальном форуме Xiaomi уже есть информация То, что в ближайшие веки введут Специальный производительный режим для игр Субтитры делал DimaTorzok Тестер показывает 9 вольт А это значит то, что технология Quick Charge прекрасно работает Примеры фото Камера не имеет никаких выдающихся показателей Она просто очень хорошо снимает Однако при разрешении сенсора почти в 23 мегапикселя Вот такое вот красивое макрофото Можно сделать Да из любого фото Примеры видео Заметно то, что оптическая стабилизация работает в полсилы Либо вообще не работает Также всё изображение немного пересвечено Ну так это запись видео с фронтальной камеры Разрешение которой 8 мегапикселей Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот это вот интересно действительно Время 5 часов, уже никто не работает, говорят в Китае очень много работают, очень они не трудолюбивые. Ой, что это у нас справа? А это Xiaomi Note Pro, то есть предыдущее поколение этой модели, которую мы раздобыли. И вот, не той стороной, вот так можно заметить множество отличий во всем. В общем, преемник более чем удался. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До новых встреч!